Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Баланс ТВ. С вами Королева Элина и это передача «Жизнь под соусом». Кулинарная передача о том, как превратить обычную трапезу в источник сил, энергии и отличного настроения. Гости в нашей сегодняшней студии чудесная вишенка. Вот такой вот замечательный урожай, уважаемые телезрители, вы можете сегодня наблюдать в нашей студии. Итак, вишенка – это близкая родственница сливы. Ягодки ее могут быть от ярко-красного до почти черного цвета. Вообще Россия богата вишневыми садами и вишня издревле известна на Руси. Еще в славянской мифологии был бог вишен и звали его Кернис. Крестьяне, чтобы его умилостивить и получить хороший урожай, зажигали на молоденьких деревцах много-много маленьких свечечек. А вот, например, в Китае, Японии или на Дальнем Востоке вишня носит декоративный характер. Сакуру в Японии можно встретить практически повсеместно, начиная с японского флага. Ну а мы в России привыкли не только любоваться белоснежными красивыми цветочками вишневых садов, но также ею и лакомиться. Ну а теперь пришло время нам с вами отправиться в магазин или в ближайший супермаркет и научиться выбирать спелую вишенку. Существует несколько правил выбора вишенки. Во-первых, ягодки вишни должны быть яркого, насыщенного цвета. Это говорит нам о спелости фрукта. Вишня это такой фрукт, который не доспевает после сбора урожая. Во-вторых, уважаемые телезрители, вишенку нужно обязательно покупать с черешками. Причем черешки должны быть ярко-зеленого цвета. Это свидетельствует о максимальной спелости вишенки. И они должны от этого плода очень легко отделяться. Хочу обратить ваше внимание на то, что если вы покупаете вишенку без черешков, то храниться она у вас будет максимум 2 часа, и то, если вы ее поместите в контейнер с водой. Дело в том, что как только мы отрываем черешок от вишенки, ее кожа надрывается и вишенка сразу начинает портиться. В-третьих, если вы возьмете в руку вишенку и слегка ее сдавите, у вас должно быть такое ощущение, что из нее вот-вот брызнет сок. Это значит, что она максимально созрела. Хранить вишню дома очень легко. Ее нужно хорошо вымыть, высушить и убрать в холодильник в герметичный лоточек. Ну, а если вы собрали или купили очень большой вишневый урожай, то вам ее следует заготовить на зиму. Вишню очень удобно замораживать, причем заморозить ее можно прямо вместе с косточкой. А также вишню на зиму можно засушить. Для этого ее следует немножечко подержать на солнышке, а потом подсушить в духовочке с небольшой температурой. Следует учесть одну вещь, что хранить вишню в холодильнике или в морозилке нужно обязательно в герметично закрытом контейнере, так как вишня очень сильно впитывает посторонние запахи. Ну, а теперь пришло время разобраться, какую же пользу мы с вами можем получить от вишенки. Ну, во-первых, ей, конечно же, и хорошо заморить червячка. Ей можно прекрасно утолить жажду в летнюю жару. И также вишней можно отлично поправить свое здоровье. Ученые из Мичиганского университета в США провели исследование и выяснили, что вишня способна справиться с воспалительным заболеванием и унять простуду не хуже аспирина. Это действительно так. Всего 10 вишенок заменяют одну таблетку аспирина. Также вишня богата таким редким микроэлементом, как магний. Он очень полезен для женского организма. Магний восстанавливает глюкозный обмен. Он повышает настроение. Он повышает оптимизм. Также издревле вишню называют сонной ягодой. А происходит это благодаря тому, что в ее состав входит вещество мелатонин, которое является натуральным снотворным. Поэтому, если вы перед сном съедите всего 4 вишенки, это поможет вам крепко уснуть. Однако, вишня полезна далеко не всем. В ее состав входит огромное количество кислот, таких как яблочная, лимонная или хининная. Именно эти кислоты, кстати, и придают вишне такую уникальную специфическую кислинку. Поэтому, если вы страдаете гастритом, повышенной кислотностью или заболеваниями желудочно-кишечного тракта, употребляйте вишню с осторожностью. Также в ее состав входит огромное количество растительных сахаров. И тем, кто имеет сахарный диабет, также следует перед употреблением вишни проконсультироваться со своим врачом. Обратите внимание, дорогие друзья, уважаемые мамы, что вишня имеет ядовитые косточки. Причем ядовитые не сами косточки в вишне, а именно ядрышки, которые в них находятся. Они активно используются в медицине, из них готовятся лекарства, но без назначения врача их кушать ни в коем случае нельзя. Ну а теперь, дорогие друзья, пришло время отправиться на кухню и поговорить о том, что же мы с вами можем приготовить из вишни. На самом деле, из вишни можно сделать огромное количество потрясающе вкусных и одновременно полезных блюд. Это может быть вишневый компотик, вишневое варенье, джем. Можно приготовить потрясающий вишневый пирог или сделать блинчики с вишенкой. Можно сделать вишневую запеканку. Как делают компот из вишни или варят варенье, я думаю, знает практически каждая хозяйка. Однако здесь существуют тоже свои особенности. Прежде чем поместить вишенку в тазик с сиропчиком, можно сделать в ней небольшие проколы иголочкой. Это позволит сиропу намного глубже проникнуть в вишню и сделает ваше варенье более вкусным и ароматным. Вообще, дорогие телезрители, тарелка вишенок – это лучший десерт, который является одновременно и полезным, и вкусным, и безопасным для вашей фигуры. И в заключение я хочу напомнить вам, что секретом успеха любого вашего блюда является ваше хорошее настроение и то чувство любви, с которым вы готовите для ваших родных и близких. Смотрите наши передачи на сайте балансдефизтв.ру, а также на наших страничках в социальных сетях. И не забывайте комментировать понравившиеся вам передачи. Всего вам самого доброго. До свидания. Телекомпания «Баланс ТВ» и мультипортал «Рузов.ру» представляют уникальный интернет-проект «Тысячелетие». Приключенческий роман на документальной основе в поисках бессмертия. Два друга отправляются в Гималайи на поиски нектара бессмертия. Их ждут удивительные приключения, невообразимые открытия и ужасные трагедии. Святые и мудрецы, йоги и ведьмы, мистики и даже черные маги встретятся им на этом пути. Мы пройдем этот путь вместе, и еще неизвестно, чем он закончится. Гималайи еще никогда не были так близки. Поэтому, не теряя времени, отправляйтесь в путешествие на сайте